Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Алёна и я преподаватель английского и немецкого языков. В сегодняшнем видео я хочу рассказать о том, как можно прокачать говорение на иностранном языке и при том, как сделать это бесплатно. Мне кажется, говорение это то, чего всегда мало, когда ты изучаешь иностранный язык, и это основной, на самом деле, запрос, один из самых основных запросов, с которым приходят ученики. Это разговорная речь, больше разговорные практики, прокачать говорение. И, в принципе, это понятно, потому что, если вы занимаетесь самостоятельно, то говорить вам особо негде, что-то почитать, что-то послушать, сделать упражнения вы можете самостоятельно, но говорить самим собой как-то не очень прикольно, хотя на самом деле это очень полезно, но не всем это нравится, и я это прекрасно понимаю. И даже если вы занимаетесь на курсах или с преподавателем, то все равно разговорная речь это то, чего много никогда не бывает. И поэтому в сегодняшнем видео как раз об этом и пойдет речь. И большинство из этих способов применимо ко всем языкам, не только к английскому, поэтому неважно, какой иностранный язык вы учите, вы найдете что-то полезное здесь для себя. У меня на канале уже было видео о том, как прокачивать разговорную речь, если вы учите язык самостоятельно. Здесь же я фокусируюсь именно на бесплатных способах и именно на общении с человеком. Не всегда с человеком, там иногда присутствует искусственный интеллект, но об этом чуть-чуть позже. Ну то есть с собеседником каким. И первый способ это языковой обмен. Что такое языковой обмен? Представим, что вы учите английский язык и ваш родной язык это русский. И у вас есть языковой партнер. Это тот человек, для которого английский язык является родным, но он изучает русский язык. И вы с ним кооперируетесь. То есть, скорее всего, это будут какие-то созвоны по скайпу, по зуму. Возможно, это могут быть личные встречи, если вы живете в одном городе. И вы, например, созваниваетесь раз в неделю или как вы договоритесь и общаетесь. Например, полчаса на русском и полчаса на английском. И таким образом помогаете друг другу. У меня на канале есть отдельное видео про то, что такое языковой обмен, где искать языкового партнера, о чем с ним разговаривать и так далее. Очень полезное видео, поэтому если вам интересно, то обязательно проверьте его. Там я очень подробно рассказываю об этом концепте. А следующий способ бесплатно прокачать разговорную речь это разговорные клубы. Разговорных клубов сейчас существует масса. Очень большое количество. Большинство из них платные, но есть также и бесплатные разговорные клубы и их немало. Как их найти? Просто по запросу в гугле. То есть, вы пишете, например, разговорный клуб английского языка, разговорный клуб испанского языка и так далее, в зависимости от того, какой язык вы учите. Такие разговорные клубы есть как онлайн, так и оффлайн. Поэтому вы можете проверить, возможно, в вашем городе также есть такого рода подобные встречи. Но нужно здесь отметить, что обычно такого рода собрания, встречи создаются на такой добровольной инициативе энтузиастами. То есть, скорее всего, это будут непрофессиональные преподаватели, но тем не менее это все равно хорошая практика. И следующий способ это дискорд. Я с дискордом так и не смогла подружиться, сколько не пробовала, но если вы знаете, как пользоваться дискордом, умеете им пользоваться, если вы любите дискорд, то этот способ для вас. В дискорде есть такие, как комнаты, которые именно посвящены изучению какого-то языка. Там есть выбор, очень много разных языков, поэтому тут тоже неважно, какой язык вы учите. И вы просто присоединяетесь к этим группам, заходите в них и можете общаться там с людьми голосом на какие-то темы. И при том, это могут быть не обязательно группы, которые посвящены непосредственно изучению иностранного языка. Это может быть просто какая-то группа по интересам. То есть вы вбиваете там в поиски свой интерес, входите в этот голосовой чат и общаетесь там, например, про вязание. Не знаю, помнит ли кто-то еще из вас, но пару лет назад был очень большой хайк по поводу социальной сети Clubhouse, и попасть туда можно было только по приглашениям. Но сейчас про нее уже все спокойно забыли. Однако она все еще существует, и там можно практиковать свой английский, ну или любой язык, который вы учите. Clubhouse работает как такое, я бы сказала, радио по запросу. То есть вы там подписываетесь на каких-то людей или на какие-то группы и видите, в какое время будет, например, эфир. И есть, и там есть специальные группы для изучающих иностранные языки, где проводятся вот такие беседы. То есть это тоже такого своего рода разговорный клуб, только который проходит на платформе Clubhouse. Чем-то напоминает тоже Discord в плане вот этой организации. Только, насколько я помню, в Clubhouse, чтобы что-то сказать, заговорить, нужно поднять руку, и тогда организатор разрешит тебе что-то сказать, а в Discord можно просто говорить свободно, когда ты хочешь. Также вы можете практиковать общение с Siri, если у вас iPhone, либо с любым другим голосовым помощником. Конечно, с ним пока еще нельзя вести какие-то такие глубокие философские беседы, но это пока еще. Но если у вас уровень начинающий, да, на самом деле, даже если продолжающий уровень, это все равно хоть какая-то, но практика. И таким способом можно практиковать какие-то простые вопросы, да, на которые они могут сейчас ответить, например, спросить, какая сегодня погода, или давать какие-то простые команды. И таким образом он тоже будет вам отвечать, и будет такой диалог. Следующий сайт для бесплатного общения, который я нашла, называется Free4Talk. Этот сайт чем-то похож на, не знаю, Discord Clubhouse. Там есть большой выбор языков, и как вы можете увидеть, там есть различные комнаты. Вы просто подключаетесь к какой-то из комнат и начинаете общаться там с людьми на какую-то обычно свободную тему. Сайт Speak and Improve. Этот сайт позволяет общаться с роботом. Робот задает вам вопрос, вы на него отвечаете голосом, он анализирует ваш ответ и каким-то образом также отвечает на него. Опять же, это не общение с человеком, но тоже хорошая практика. И последний способ это ChartRulet. Возможно, вы слышали про такой сайт. Это ChartRulet. И этот сайт подключает вас рандомно к какому-то человеку, и вы просто с этим человеком общаетесь. То есть здесь велика вероятность, что это будет человек из-за границы, и таким способом тоже можно прокачивать свой английский. Вот, это все способы, которыми я хотела с вами поделиться. Если вы знаете еще какие-то способы бесплатно прокачать свою разговорную речь, пожалуйста, поделитесь ими в комментариях, потому что sharing is caring. Также ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал, чтобы это видео увидело больше людей. А у меня на сегодня все, и мы с вами увидимся в новых видео.